Ребята, все любители прайм ворлда, сегодня происходит невероятное событие, открывается сервер, но сначала вам нужно задонатить, вот ссылочка на мой кошелек, переведите туда 100 рублей, или 100 гривен, или 100 евро, и обязательно спустя 2 месяца откроется сервер, на котором вы сможете поиграть, давайте в подтверждение этому, я покажу вам, как я собираю билд в калькуляторе, и пофантазируем, как мы уходим в бой, я буду говорить загадочным голосом, чтобы у вас было ко мне доверие, чтобы вы прониклись, какой я честный и открытый, я буду затягивать звуки, жестикулировать, и говорить очень медленно, с интонацией, и вот так вот, чтобы вы поверили, еще буду делать вид, что мы с вами давно знакомы, и что диалог наш честный, открытый. Ну что, пацаны, никого это не напоминает? Никогда манипулятор не будет с вами открытым, никогда манипулятор, который подменяет интонацию, свое внутреннее состояние, который вешает лапшу на уши, не будет вам другом. Единственная цель манипулятора, это получить с вас бабки, с вас ностальгирующих, наивных, глупеньких дурачков, которые надеются, помнят, какая трава там была зеленая в 2019 году, как вы там приходили с работы универа школы или техникума, играли там, типа, в ваш любимый Prime World, врубали видосик, там, кушали шоколадочку под этот видосик с чайком. Не будет такого, чтобы кто-то заранее набрал бабки, а потом сделал вам благо. Никогда не будет людей, которые заинтересованы в том, чтобы вам было хорошо. Запомните, этот мир гнилой, каждый хочет вас кидануть на бабки. Все делается ради личной выгоды. Неужели это непонятно? Я смотрю на этих, сначала один собирает бабки, потом второй собирает бабки, потом третий собирает бабки. И вышел в своем уме, ребята, вам по 30 лет или там уже кому-то по 40, кому-то уже 25 стукнуло, хотя в Prime World играли там в школе. И вы ведетесь на эту херню. Один собирает бабки, пропадает. Мы будем делать проект какой-то там супер крутой. Вот мы уже сделали, посмотрите рендер, показывает рендер. Там, блядь, моделька двигается, извиняюсь, конечно, если кто-то очень чувствительный к мату. Но я не могу это говорить в нормальном ключе повествования. Я могу только так это описывать. Потому что это трэш. Люди ведутся на каких-то балаболов, которые, паразитируя на ностальгии людей, вешают лапшу на уши. Я просто смотрю, сначала один этот с рендерами видосов деньги собирал, потом другой, теперь уже третий. Сидит, сидит нафуфырился, причесочку за этот захерачил себе, усики, все сидит. И текст просто монотонным голосом с экрана читает. И потом, ну вы можете задонатить, там спустя 30 минут лапшу на уши, но вы можете задонатить еще мне денежек. И, конечно, я еще сервер не открыл. И, конечно, прямо сейчас в игру вы не сможете зайти и поиграть в пограничье в Prime World. Но денежку задонатим мне, ребята. И ребята такие, а, конечно, конечно, вот тебе мои 100 рублей. Я же хочу поиграть в Prime World, ты же меня не обманешь. Вы что, ребята, вы в своем уме очнитесь? Это обычные шарлатаны, которые пользуются вашей ностальгией. Ну что это? Неужели это непонятно? Почему это приходится объяснять? Ой, боже, я вот это сижу, слушая вот эту лапшу на уши. И, Ив, Эстэ. Добавили систему билдов в лаунчер. Каждый сможет собрать свой билд на любого героя и пойти в пограничье Prime World. Ну прям хочется, знаете, вот на, брат, 100 гривен даю, просто забирай, забирай, открывай сервер, принимай меня, жди меня, я уже залетаю на этот сервер. А ой, через два месяца его не станет, этого чела, и он удалит канал, видосы, и такой, ой, ребята, слушайте, я что-то передумал, сервер открывает, что мало денег вы прислали. Поеду-ка я на Мальдивы отдохну. Не будьте лохами, не будьте, типа, наивными. Сначала вам делают услугу, потом вы поощряете ее своими деньгами. Не наоборот, не бывает наоборот. Никто вам в магазине не даст, типа, шоколадку перед оплатой. Точно так же и вы должны не давать шоколадку перед оплатой. Вам сначала должны заплатить за ваш, ну, вам должны дать продукт, и только потом вы за продукт... Ладно, проще, я слишком сложно замудрил. Проще, сначала стулья, потом деньги. Понимаете, нет такого, что наоборот, там, предоплаты какие-то, там, еще что-то. Вы должны видеть, за что вы платите, а не наоборот. Потому что наоборот, чел собирает бабки и сваливает с вашими бабками. Но стелет, как же он стелет? Ну, просто хочется реально... Ну, понятно, для меня, я как детектор лжи в людях. Меня невозможно обмануть. Я вижу фальшь сразу, на начальных этапах. С первых слов я понял, что это шарлатан. И пошел в бой. Случайный подбор игроков. И пошел в бой. Он уже там разыграл мантру. Как он ушел в бой. Какой там подбор. Какие там осколки, какой-то там фарм. У него уже цифры на экране. Он уже все. На фотошопе сидит. Уже и дискорд у него комьюнити. И тут уже пост, как Prime World возрождается. Ну, ребята, ну не будьте дебилами. На что вы ведетесь? Боже, я не знаю, наберет ли этот видос какие-то просмотры или не наберет. Я не знаю, какой там сейчас тренд по длине видосов. Потому что я сто лет уже не пилил никакие видосы. Но я надеюсь, что вы не идиоты. И все-таки какая-то часть моей аудитории имеет... Ну, я верю, что вся часть моей аудитории, 100% аудитории, имеют извилины в голове. Но, может быть, кому-то надо было открыть глаза. Или как-то намекнуть, что не стоит верить таким людям. Вот. Я надеюсь, мои советы и то, что я сегодня озвучил, не были в пустоту. И все-таки вы прислушиваетесь и перестанете кормить своими бабками. Каких-то непонятных шарлатанов, которые еще вчера снимали какую-то шляпу. Мафия 2 он вчера снимал на 5 просмотров. А сегодня он уже сервер открывает по Prime World и ждет ваш донат. Не ведитесь. Не будьте дурачками. С вами был Проф. Пока-пока.